МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выход на лёд в Сургутском районе запрещен. За нарушение режима штраф до 2000 рублей. Сейчас специалисты управления ГОЧС администрации проводят регулярные рейды по водоёмам. Патрулируются особо популярные места для рыбалки и отдыха вдоль берега. Абий и не только. Любители посидеть с удочкой под особым контролем с ними, проводят профилактическую беседу, просят покинуть лёд. Но если слова не действуют, то смельчаков могут доставить и в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В этом году пока обошлось без составления административного протокола и штрафных санкций. Если рыбак ведёт себя агрессивно, не понимает и не хочет покидать место рыбалки, в таком случае, конечно, мы привлекаем и ОМВД, то есть сотрудников полиции, далее. Или если имеется на берегу машина, и она является машиной, собственником её является рыбак, то по номерам автомобиля мы выясняем личность и, соответственно, составляем уже протокол на рыбака. Если нет транспорта, то тогда мы его вместе с сотрудником полиции доставляем в участок, идентифицируем как личность и составляем протокол. Выход на лёд запрещен. Сейчас во всех муниципалитетах округа закрыты все зимние автодороги. Граждан просят соблюдать правила безопасности. Особую бдительность необходимо проявить родителям несовершеннолетних. Тонкий лёд не место для детских игр. К сожалению, и здесь статистика очень печальная. На самом деле сейчас очень опасный лёд. В первую очередь попросила бы родителей следить за своими детьми и контролировать их нахождение на территории, ближайшей к дому. Ни в коем случае не разрешать подходить к водоёмам. Особенно касается коренной населения, потому что дети катаются и на лыжах, на санках, с горок. И у нас был два года назад случай, что дети в Ханты скатились на санке и утонули. В майские праздники в Сургутском районе введут особый противопожарный режим. Он не отменяет шашлыки или уборку территории на дачных участках, но предусматривает ряд ограничений для населения. Необходимо будет соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить в первую очередь себя и свой дом. Администрации и спасатели должны будут усилить профилактические мероприятия и контроль за соблюдением всех правил. Подробности в следующем материале. Не время отдыхать. Майские праздники для тех, кто отвечает за безопасность населения, выходными назвать сложно. Вместе с врачами, полицейскими, спасателями дежурство несут и многие муниципальные служащие, отвечающие за общественную безопасность. Накануне все эти специалисты встретились на межведомственном заседании в администрации Сургутского района. Ещё раз сверили общие задачи на праздники. Одна из них – ввести с 27 апреля по 12 мая на территории муниципалитета особый противопожарный режим. Будут организованы профилактические рейды по многоквартирным жилым домам, по дачным садовым и коммерческим товариществам, в рамках которых с гражданами будут проводиться беседы, будут включаться памятки о мерах пожарной безопасности. Ну и в случае, если будут сотрудники выявляться нарушения в области пожарной безопасности, то будем привлекать виновных лиц к административной ответственности. Штраф за нарушение режима для гражданских лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. Но это совсем не значит, что контролёры будут выписывать санкции направо и налево. Задача не наказать, а уберечь население. Людям нужно просто чуть ответственнее относиться к разжиганию костров и не забывать о мерах безопасности. Население в эти дни, как правило, выезжает на дачи, начинает готовить шашлыки, расчищает, сжигает мусор. И во избежание, так как получается наплыв, во избежание каких-то несчастных случаев, мы по предложению УНД вводим особые для того, чтобы усилить меры контроля и привлечь внимание населения к этому. Шашлыки на своём дачном участке жарить можно, как и сжигать мусор. Но пожарные просят делать это на определённом расстоянии от ближайших объектов, и чтобы рядом не было горючих материалов. Правила несложные и вполне себе объяснимые. Сжигание мусора с сухой травой на территории дачных участков разрешается. Расстояние до ближайшего объекта должно быть не менее 15 метров. Если мы будем сжигать мусор и сухую траву в металлической ёмкости, то данное расстояние можно уменьшить до 7,5 метров. Во время особого противопожарного режима запрещено устраивать пикники у костра на природе. В прошлом году в Сургутском районе произошёл 131 лесной пожар. Чаще всего причины возгорания – природные явления, такие как гроза. Сократилось и число бытовых возгораний в дачных оперативах и поселениях. Совместные усилия спасателей, администрации и, конечно, гостей и жителей муниципалитета дают положительные результаты. В Сургутском районе разгорелись нешуточные страсти между работниками администрации. Структурные подразделения выясняют, кто из них быстрее, выше, сильнее. Всему виной спартакиада муниципальных служащих традиционное мероприятие для всех, кто трудится в мэрии Сургутского района и сельских поселениях. Уже в 12-й раз чиновники доказывают, что способны ставить не только экономические и социальные рекорды, но и личные. Зелёный фонарь, адреналин, метеор или инстрим – это названия команд, участвующих в спартакиаде. Правда, звучат больше как имена супергероев. Вот и муниципальные служащие сменили свой привычный дресс-код. Вместо пиджаков и офисных туфель приоделись в спортивную форму и готовы вершить миссию. У нас есть не только сил, у нас есть ещё желание. Данное мероприятие, оно ежегодное. И у нас уже собрана команда, сформирована команда. И как только прозвучал сигнал на старт, внимание, марш, мы, конечно же, готовы. В этом году на старт вышли семь команд. Все они представляют разные подразделения администрации Сургутского района. В том числе трудятся и в администрациях поселений. Среди них и самый известный спортсмен мэрии, глава Андрей Трубецкой. Он уже много лет собственным примером показывает, что в любом возрасте, при любой занятости на работе можно и нужно найти время на себя и своё физическое здоровье. Стараюсь поддерживать себя. Ну, сейчас это больше кардио, лёгкая атлетика, потому что каждый день. Главное, наверное, сегодня это не места, не медали, а хорошо провести время с пользой для себя. Все, кто принимает участие, уже победители. Победители над собой, они сегодня здесь на стартах, а не дома на диване. Команды будут соревноваться в шести видах спорта. Дартс, весёлые старты, бильярд, настольный теннис, волейбол, плавание. На каждом этапе их сопровождают профессиональные судьи. Многие участники со спортом давно на «ты» и основательно подготовлены к любым испытаниям. Обязательно неделю раз-два надо выехать. Мы занимались волейболом, с утра зарядку, то есть вот сейчас делаю. Это не просто встал и вот ради спорта-киады. Спортом занимаемся, стараемся только не менее. Конечно, у нас все стараются собрать мощных спортсменов, даже не спортсменов, спортсменов нет, мощных специалистов, кто может хотя бы что-то показать, выступить, составить конкуренцию друг к другу, занять первое место. Так что чиновники не только в кабинетах сидят, а после работы спешат в спортзалы. Тем более, что в Сургутском районе сегодня созданы идеальные условия для тренировок. Муниципалитет уже несколько лет находится в лидерах региона по количеству регулярно занимающихся спортом. В Сургутском районе я активно поддерживаю здоровый образ жизни, физическую культуру, спорт. Строится много объектов спорта. Естественно, на этих объектах и занимаются наши муниципальные служащие. После рабочего дня мы видим их подготовку. Активно приходят в залы, поддерживают свои скиллы в здоровом образе жизни. И на протяжении долгого времени мы являемся лидерами систематически занимающихся спортом среди людей. Ну и в том числе среди муниципальных служащих. По итогам муниципального этапа будет сформирована сборная, которая представит Сургутский район на региональном этапе спартакиады, который состоится в мае в Хантмансийске. Кстати, в прошлом году именно команда Сургутского района стала сильнейшей среди чиновников Югры. Так что рекорды администрация умеет ставить не только экономические и социальные. Сургутский район готовится ко встрече с возможными паводками. Большого половодия, по предварительным прогнозам синоптиков, в этом году не ожидается. Весна будет затяжной, и вода сможет уходить постепенно. Однако пять поселков, которые находятся вблизи рек, ежегодно готовятся к худшему сценарию, чтобы в экстренном случае оперативно эвакуировать жителей, предоставить им временный кров, обеспечить питание и медицинскую помощь. А это что? Матрасы, веяло, подушки. А где постельные? Постельные, халаты, тапочки. А еще спальные мешки, посуда, инструменты и многое другое. Все это хранится в Сытоминской школе. В случае чрезвычайной ситуации здесь быстро развернут пункт временного пребывания людей. Разместить одновременно смогут до трехсот человек. Пункт временного размещения оборудован всем необходимым имуществом. Это матрасы, раскладушки, бытовое какое-то имущество, то есть средства первой необходимости. Также есть даже комната матери и ребенка оборудуется в период эвакуации населения, если это необходимо. Процедурные кабинеты, медицинские, с отдельным входом, с возможностью подъезда скорой помощи, не через главный выход в школу. Готовиться к паводку начали заблаговременно. Специалисты ГО и ЧС в апреле провели проверки в поселениях. На местной администрации большая ответственность. Нужно заранее позаботиться о наличии спецтехники, подвозе питания и даже обучению добровольцев из числа жителей, в случае чего они всегда готовы помочь спасателям. В Ситове также было данное поручение проработать дополнительные возможности по привлечению транспорта в имеющихся организациях, а также определиться с местом забора грунта, допустим, песка, для того, чтобы, если необходимость была такая, усилить дамбу. Миллион, как вы знаете, у нас ежегодно выделяется на эти мероприятия. Но в случае необходимости дополнительно, соответственно, из резервного фонда администрации Сургутского района будут выделены деньги. В Ситове на сейчас обстановка спокойная. Способствует этому затяжная весна. Снег и лед тают постепенно. Да и жители знают, что в случае чего защищены. Последний раз большой потоп здесь был в 2015 году. Тогда вода подошла к домам, которые расположены недалеко от реки. Выводы сделаны. Ежегодно администрация Сургутского района выделяет средства на укрепление береговой зоны. Я знаю, что Андрей Александрович приняли решение. Они ежегодно нам выделяют денежные средства на отсыпку песчаного вала. У нас есть участки, которые разбиваются. Мы их уже подсыпаем. Но этот вал мы его всегда контролируем, монитором и формируем, поддерживаем. Потенциально в зоне подтопления в Сургутском районе находятся 5 населенных пунктов. В поселке Сытомина, Локосово и деревне Верхнемысовая, Русскинская и Тайлакова. В Сургутском районе 18 пунктов временного пребывания людей. Ежегодно проводится ревизия. Выделяются средства на их обновление. Впрочем, в этом году масштабного разлива рек по прогнозам службы гидрометеорологии и окружающей среды в Югре не предвидится. Экономия бюджетных средств в Сургутском районе, которая образовалась в прошлом году, позволила улучшить материально-техническую базу поселения муниципалитета в году нынешнем. Напомним, что в 2023 году район сэкономил полмиллиарда рублей. Эти деньги будут потрачены на развитие территории, строительство инженерных сетей, спортивных объектов, благоустройство и на покупку спецтехники. К примеру, в поселке Ультиагун, где на минувшей неделе побывал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, чтобы встретиться с жителями, будет построен хоккейный корт, продолжится благоустройство парка, а также закупят мини-трактор для уборки снега. Еще одну единицу купим по заявке, надеюсь, помощь будет, если будут мысли по дальнейшему развитию парка, готовы помогать.